Здравствуйте, уважаемые читатели! Вы, конечно, имеете полное право удивиться, что я называю вас читателями. Сейчас вы не читатели, а телезрители. И все-таки для меня вы всегда есть и останетесь читателями. И вот почему. Ну, во-первых, потому что я писатель. Зовут меня Борис Захадер. Может быть, некоторые меня даже и узнали случайно. Я писатель, и для нас писатели, читатели – это самые дорогие люди. Если бы не было читателей, не было бы и писателей. Для кого бы мы тогда писали? Между прочим, я даже написал одно такое стихотворение о читателях. Я его непременно прочту вам, если не забуду. Но дело не только в этом. Не только в том, что для писателей и читателей – самые дорогие люди. Дело еще вот в чем. Читатель – это совершенно особое звание. Ну, как вы думаете, когда вы стали читателями? Вы скажете, ну, естественно, когда вот пошли в школу или в старшую группу детского сада, узнали буквы, научились читать. Правильно. Правильно-то правильно, да не совсем. На самом деле читателями вы стали еще раньше. Когда вы были еще совсем-совсем маленькими. И ваши мамы, бабушки, а может, иногда и дедушки, пели вам колыбельные песни, рассказывали интересные сказки. Вы, сами того не замечая, стали читателями. А уж кто стал читателем, тот останется им на всю жизнь. Это очень хорошо. Но я вам должен сказать, что гордиться еще рано. Читатели ведь бывают разные. Бывают хорошие читатели. Бывают очень хорошие читатели. А бывают и совсем распрекрасные читатели. Я думаю, каждый из вас хочет стать совсем распрекрасным читателем. А для этого кое-что требуется. Не так-то просто стать совсем распрекрасным читателем. Вот вам в школе-библиотеках говорят, что хороший читатель или совсем распрекрасный читатель, это тот, который не рвет книжки, не загибает углов страниц, не пачкает книжки. Это все, конечно, тоже верно. Но настоящий, очень-очень хороший читатель, это тот, который понимает то, что он читает. И сочувствует тому, что в книжке написано. Тот, кто умеет вообразить все, что написано в книжке так ясно, как будто это с ним самим происходит. Вот такой читатель, это, на мой взгляд, самый распрекрасный читатель. Таких читателей писатели любят больше всего. И я очень надеюсь, тихо ты, лорд, я очень-очень надеюсь, что когда вы сами вырастете, станете папами, мамами, бабушками, была не была, даже дедушками, вы останетесь такими же прекрасными читателями. Очень этого вам желаю. Ну, я, как сказал писатель, я пишу книжки, пишу я для ребят стихи, пишу и для взрослых кое-что, но в основном я пишу для детей. Может быть, вы читали кое-какие мои стихи. И если я вас спрошу, например, знаете ли вы такой стишок, чем он кончается? Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают, а что я не скажу, уж подскажите сами. Вот. Я вообще очень люблю зверей. Не только кисок, но и собак, и ежей, и крыс, и мышей. Всех зверей люблю. И я про них написал очень много стихов, и не только стихов. Есть у меня про зверей сказки, есть про зверей у меня фильмы, есть даже такие фильмы, где играют сами живые звери. Например, сегодня нам, может быть, с вами покажут маленький кусочек из фильма «Юрка-мушка». Это такая сказка, где рассказывается про одного мальчика, который очень плохо обращался с кошками, и за это сам превратился в кошку. Что с ним было, это ужас что. Но это лучше посмотреть, чем об этом рассказывать. Начнем с того, что Юра был бессердечным мальчиком. У него не было сердца. То есть как это, бессердечный? Таких людей не бывает. У меня о-ло-ло, какое сердце. Все врачи хвалят. Нет, Юра, бессердечный, это не тот, у кого нет сердца. Таких людей действительно не бывает. Бессердечный, это тот, кто забывает, что у других есть сердце. Кто думает, что другим не бывает больно. Юрка! Зато прекрасно чувствует, когда бывает больно самому. Месть, только месть, решил Юра и стал готовиться к бою. Он тренировался днем и ночью. А утром... Вот прекрасная мишень, живая. И тут, хотите верьте, хотите нет, случилось невероятное. Внимание! Что такое? Рыжая кошка стала черной. Нет, это Юра превратился в кошку. Юрка стал муркой. Моя, хотел крикнуть Юра, но не смог. Ах, окружаем. Кисса, Кисуля, мурмурочка, сейчас мы тебе баночки приветим. Кисса, Кис hypotheses. Ух ты! Уйдешь! Вот, опять! Сейчас! Давай! Уйду! Уйду! Ух ты! Ух ты! Мама! Руки! Ну вот, отстали, кажется. Теперь скорее домой. Бедная мама, что с ней будет, когда я заявлюсь в таком виде? Обратите внимание, раньше Юра о маме не думал и вообще никого не жалел. Мяу! 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 Слушай, мяу! Кошка! Кисонька-киссуленька, вот ты нам и попалась. Не дам в обиду слабого. И опять свершилось чудо. Юрка, а ты откуда взялся? А ну, уходите отсюда. Ну ты чего? Мы банк хотели привесить. Я вот вам сейчас навешу и банок. Он же маленький, поняли? Ему же больно, поняли? Он боится. А ну, уходите отсюда. Вам говорят. С тех пор ребята стали звать Юру Юркой-муркой. Взрослые говорили, Юра стал другим человеком. А лучше бы сказать, Юра стал человеком.